Казахстан будет укреплять стратегическое партнерство с Великобританией. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Кайрат Абдрахманов во время рабочего визита в Лондон. Глава МИДа провел встречу со своим британским коллегой Борисом Джонсоном и другими высокопоставленными лицами королевства. С подробностями наш собственный лондонский корреспондент Галамжан Карманулы. Глава казахстанского форин-офиса провел встречи с руководством ряда британских компаний. The City UK, например, активно сотрудничает с Международным финансовым центром Астана, а Миталь здесь планирует реализацию высокотехнологичного проекта в нашей стране. Мы очень рады, что будем сотрудничать с Казахстаном. На сегодняшней встрече мы обсудили программу действий на будущее и теперь с нетерпением ждем прогресса. Кайрат Абдрахманов также принял участие в ежегодном заседании Консультативного совета Евразийского совета по международным отношениям. Он основан три года назад. Этот независимый аналитический центр специализируется на изучении вопросов развития государств Центральной Азии и их отношений с европейскими странами. Членами совета являются авторитетные политики и дипломаты. Казахстан является сердцем Евразии. Место вашей страны становится все более и более значимым в этом глобализованном мире. И это стало сегодняшней основной темой. Глава МИД посвятил выступление в Королевском институте международных отношений Чатым-Хаус приоритетом председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН в январе следующего года. Он подробно остановился на реализации международных инициатив президента Нурсултана Назарбаева. Чатым-Хаус имела возможность узнать о перспективах страны, которую мы называем центральной. Казахстан придает особое внимание вопросам безопасности в Центральной Азии, противодействию международному терроризму и экстремизму. И это радует. Хайрат Абдрахманов также провел встречу с депутатами британского парламента, членами всепартийной группы по сотрудничеству с Казахстаном. Депутаты отметили высокую динамику в развитии казахстанско-британских отношений и выразили готовность оказать поддержку в реализации совместных проектов. Мы хотим отметить, что Казахстан очень интересен для мирового бизнеса. У вас есть прекрасная столица Астана, а скоро заработает и одноименный международный финансовый центр. Это просто замечательно. На встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития сумы Чакробарти говорили о росте количества совместных проектов государства и частного сектора, возросшей роли Казахстана в регионе и мире. Инвестиции в казахстанскую экономику и открытие новых производств обсудили на отдельных встречах с руководством компаний Independent Power Corporation и United Green. Большое внимание Великобритания уделяет нашему сотрудничеству в рамках Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И, конечно же, три программы модернизации, которые реализуются в нашей стране по инициативе президента Казахстана, политическая модернизация, экономическая, а также программа в Ухане Жангру. В завершении визита глава МИД встретился с молодежью, обучающимися в Великобритании. Министр отметил, что студенты являются важным активом для страны, перед которой стоят стратегические задачи по всесторонней модернизации. Галмжан Хараманло, Великобритания, специально для Хабар-24.